друзья это обзор битопливного отопительного котла китурами крм 30r год назад я уже снимал обзор по этому агрегату но пришло очень много вопросов от подписчиков и просто зрителей и в рамках вот этого ролика я отвечу на все эти вопросы расскажу о всех нюансах эксплуатации этого отопительного котла начнем с того на каком топливе работает этот котел ну жидкое топливо понятно дизель однако топить только соляркой дороговато сами знаете сколько она сейчас стоит поэтому дополнительно мы используем дрова пробовали использовать уголь но отказались от этого потому что от него очень много в доме грязи также пробовали топить пилетами но вот этот процесс то пиролиза они там тлеют что-то такое в общем не зашло нам дрова прекрасно подходит покупаем 6 7 кубометров дров где-то в конце в конце мая как раз за лето они подсыхают и вполне себе вот с этим количеством мы проходим отопительный сезон приезжаем ну по выходным понятное дело на дачу и плюс проводим здесь все январские праздники как я уже сказал 6 7 кубометров дров это отопление дома это шашлык это банька это камины вполне достаточно на котле есть панель управления здесь переключение работы ну соответственно дизельная горелка или дрова но опять же если вы вечером сделали закладку дров котел работает на дровах потом котел почувствует бортовой компьютер котла почувствует что температура недостаточная теплоносителя и он автоматически даже если вы не переключаетесь да то есть он вот будет стоять на дровах ночью он автоматически перейдет на работу дизельной горелки здесь все автоматизировано все довольно комфортно ну дальше соответственно температура теплоносителя дальше работа горелки вот здесь зажигается лампочка если горелка дизельная работает ну лампочка циркуляционного насоса как правило горит вообще постоянно так ну и здесь перегревы низкий уровень воды и так далее если у вас система герметична то вот эти лампочки они практически никогда не загораются дальше температура теплоносителя желаемое как правило зимой у нас вот так на три часа стоит температура сейчас мы уже скоро выезжаем поэтому чтобы дизельная горелка не включалась я вот ее поставил там по центру на 12 часов так ну и собственно включение и выключение котла котел мы включаем дистанционно то есть как вы уже поняли не работает у нас отопление постоянно как только мы собираемся на дачу посылаем sms очку на sms розетку и котел автоматически начинает греть нам дом мы приезжаем здесь уже где-то градусов 15 дизельная горелка как я уже сказал включается автоматически и прогревает теплоноситель ну и соответственно дом до приемлемой температуры ну где-то за два за два с половиной часа мы посылаем эту смс-ку в комплекте с котлом идет вот такой выносной терморегулятор подключается котлу с помощью двухжильного кабеля ну по-моему 2 на 05 и здесь вы выставляете желаемую температуру который хотите ощущать как правило такой выносной терморегулятор ставится в жилом помещении на удалении от котла двигаемся дальше на зольнике есть вот такой электрический сервопривод он работает в автоматическом режиме а если нужно он добавляет размер отверстия до поддува если нужно его прикрывает но есть еще и ручные регулировки ну как правило вы уже по опыту оставить эти регулировки и они уже ну до конца с вами мы вот лет пять назад отрегулировали и вот так он и существует сам зольник довольно внушительный мы его чистим примерно один раз в месяц но опять же приезжаем сюда по выходным если топить котел постоянно дровами с постоянным проживанием чистить надо конечно почаще так открываем топку топка довольно большая ну как правило закладка 4 вот такие дровины горят они ну может быть минут 40 наверное сейчас вот догорает очередная закладка но мы скоро уезжаем уезжаем домой поэтому не будем больше подтапливать топка действительно большая то есть если вечером вы делаете закладку мы обычно делаем 6 дровин прям кладем и ложимся спокойно спать как только они догорают и как только температура теплоносителя падает автоматически ничего есть трогать не надо только вот должен быть правильно стоит этот датчик до автоматически начинает работать дизельная горелка так закрываем давайте вам покажу внутренности этого котла он в принципе имеет вот такие крышки со всех сторон и его можно ну а гореть назовем это так так вот такие внутренности котла такая колба здесь защищенная теплоизоляцией больше здесь наблюдать нечего справа сбоку располагается сервисный лючок горелки на нем у меня подсказки какой теплоноситель используется в системе давления а также запчасти которые периодически требуют замены это форсунка горелки и топливный фильтр так ну чуть чуть попозже об этом давайте откроем лючок во время работы горелки может быть открыт даже интересно понаблюдать здесь есть специальное окошечко вы в него можете видеть факел пламени его цвет так вот поэтому трубопровода подается солярка это электрика для свечи зажигания здесь есть ручная регулировка подачи количество подачи воздуха ну опытным путем я установил что эффективность экономичность вот у меня здесь по серединочке воздух засасывается вот отсюда вся вот эта система вся эта горелка крепится на 2 на 2 гайну как бы шпиль когда вот эти две гаечки откручиваете и полностью горелка вынимается удобно обслужить топку и и периодически там пылесосить надо ну тоже об этом расскажу так ну что закрываем вот здесь выходит вся электрика вот это кабель питания на sms розетку вот это кабель это на удаленный терморегулятор я его вам показывал ранее и вот этот кабель тоже двухжильный идет на циркуляционный насос то есть запитка циркуляционного насоса идет от котла память по поводу фильтров значит вот фирменный фильтр китурами его меняют как правило перед отопительным сезоном и мы дополнительно купили фильтр грубой очистки от автомобиля портер очень удобная штука тоже посмотрел в интернете как умельцы делают на самом деле очень спасает фильтр вот этот вот тонкой очистки загрязняется гораздо меньше сразу за фильтром тонкой очистки но по сути дело фильтр прямо на него и крепится стоит бензо ну вернее ну да бензонасос то только он работает с дизелем дизель насос назовем это так тоже здесь сервис нулечок можно эту вот этот саморезик открутить и за ним будет насос насос может качать топливо если она у вас не на уровне с котлом то есть он может подсасывать топливо но лучше в инструкции посмотреть с какого уровня он может его поднять я сразу делал топливо на уровне с котлом то есть вот примерно на этом же уровне на улице у меня стоит бак с соляркой я тоже вам его покажу поэтому в принципе для меня вообще эта информация была лишней спокойно топлива вот по полипропилену сюда поступает здесь я могу перекрыть для сервиса и сразу идет фильтра и в насос насос только у меня по сути дела подкачивает до горелки вот это все расстояние вверх до которой он качает а так самотеком к нему топливо приходит так дальше идем дальше начинается самое интересное как мне кажется это дымоход так получилось что когда мы не устанавливали котел а кстати его устанавливали на бетонное основание мне сказали что если поставить его прямо на деревянный пол но пол лежит на лагах то возможно вибрация во время его работы поэтому сделали бетонную тумбу и установили туда котел вообще никакой вибрации даже сплю на втором этаже даже не слышу что он как-то работает не чувствую это все здорово так вот по дымоходу мне сделали прямой дымоход абсолютно прямой был вариант сделать в стену вот за этой стеной уже улица но почему-то я сказал делайте как бы прямой это и хорошо и плохо объясню когда дымоход в стену его можно воде сдемонтировать чуть приподнять и вы можете осуществить сервис потому что очень много сажи от работы дизельной горелки и пепла от сгорания дров раз в год как минимум его нужно вот там чистить и пока я не заказал вот такую конструкцию то есть ранее как у меня было просто ставилась томоходная труба и шла на крышу и во время сервиса мне приходилось залезать на крышу там все демонтировать приподнимать эту трубу и там все пылесосить в итоге через несколько лет ну как-то видите вот так я поздновато додумался заказать себе вот такую штуковину из нержавейки называю ее старт с котла с сервисным лючком мне вот и и вот таким образом сделали я болгарочкой вырезал люк и соответственно вот такую накладочку сделал и прижал хомутом если мне нужно осуществить сервис пропылесосить там все как я сказал грязи собирается много я спокойненько ослабляю хомут убираю вот этот лючок и навожу там чистоту и блеск потом все это закрываю все сервис осуществлен как чистится дымоход дымоход прекрасно чистится химически есть вот такой удалитель сажи вы пакетик бросаете в очередную топку он как-то там проникает в эту сажу которая осаживается внутри на дымоходе и все это осыпается вовнутрь штука эффективная вот пользуемся ей два года как говорится не нарадуемся дальше котел греет антифриз антифриз ну выходит из котла нагретом и соответственно идет дальше в систему отопления в какой-то момент я подумал так у меня очень сильно разогревается дымоход особенно друзья если я топлю дровами ну прямо на раскаленный почему бы не использовать это тепло и не увеличить кпд котла и просто заказал себе два теплообменника один над другим над нами там второй этаж вот такой косой но я покажу попозже и соответственно у меня поместилось два теплообменника первый теплообменник здесь по моему 20 литров теплоносителя и сразу над ним стоит второй то есть что происходит теплоноситель подогревается котлом ну там дровами или соляркой выходит вот отсюда и вот тут вот в этом узле вот здесь делится ровно пополам половина уходит сразу в отопление а половина вот по этой нержавеющей гофре поступает на догрев и он теплоноситель разогретый уже в котле догревается от дымохода дальше вот по этой нержавеющей гофре поступает следующий точно такой же теплообменник там еще догревается и уже со второго этажа спускается и поступает в бойлер косвенного нагрева здесь по змейке он проходит греет мне воду для душа для технических нужд для домашних нужд и все снова вот отсюда выходит и поступает в обратку все вот она обратка ну и соответственно из обратки сразу это все идет циркуляционный насос и снова в котел на подогрев и вот эта замкнутая система позволила мне позволила мне увеличить кпд котла на 30 процентов то есть когда вот этих теплообменников не было была одна температура теплоносителя был один расход солярки был один расход дров как только я поставил теплообменники у меня уменьшился расход солярки уменьшился расход дров и теплоносителя стал гораздо горячее то в доме теплее быстрее ну можно сказать там на 30 процентов очень очень классная штука поэтому всем рекомендую так сделать вот в чем преимущество прямого дымохода если бы дымоход у меня уходил в стену то никаких теплообменников естественно не было бы и вот это тепло я бы просто отдавал бы атмосфере вот кстати друзья вместе с котлом китурами был куплен фирменный бак для солярки китурами на 200 литров металлический сгнил через два года готов был просто разорвать этих консультантов которые посоветовали он еще дорогущий поэтому после этого фирменного бака китурами был приобретен наш родной российский пластиковый бак вот шесть лет практически стоит или семь лет и ничего с ним не происходит вот здесь хранится у меня топливо уровень пола ну примерно вот вот такой то есть прямо за этой стенкой стоит у меня котел как я уже сказал бензонасос дизель насос не тратит энергии чтобы чтобы всосать это топливо до спокойно самотеком она туда поступает привожу я заправки канистры канистры аккуратненько переливаю в эту бочку и потом из этой бочки вот этом топливным насосом все ну переливаю вот в этот бак такая конечно ведь и вата история но это самое эффективное до чего я смог додуматься потому что из канистры сосать этой штукой как-то неудобно а из бочки прекрасно привожу там 100 литров в принципе вот 200 литров не хватает на весь отопительный сезон вот я в ноябре смотрите заправил 200 литров и у меня сколько сейчас но вот где-то чуть чуть больше 8 85 литров осталось а сейчас у нас середина февраля но опять же повторяю мы топим в основном дровами и вот это топливо она используется для подтопки ночью и для подтопки днем когда лень подкладывать дрова вот примерно так 200 литров хватает на отопительный сезон даче с проживанием по выходным и в январские праздники теперь информация по запчастям и по используемому топливу возможно эта часть будет немного эмоциональной но как вспомню дрожь по телу значит приезжаю как-то на заправку кстати в новогодние праздники говорят какую соляру предпочитаете евро или обычную разница в полтора рубля за литр ну говорю ну давайте обычную заливаю 100 литров приезжаю переливаю здесь в бак который вы только что видели начинается работа на этой новой солярки прошло ну по-моему дня три просыпаемся как-то утром там 4 января холод в доме собачий котел стоит в аварии значит ну вот есть такая кнопочка есть restart он пытается зажечь это топливо горелка пытается начать работать ничего не получается причем хорошая искра видно но топливо не воспламеняется начали разбираться посмотрел фильтр посмотрите что с ним случилось до сих пор его специально храню себе в назидание солярка какая-то вообще странная забила вот этот фильтр забила портеровский фильтр забила полностью вот эту форсунку в общем друзья натерпелся я сэкономил 150 рублей попал ну наверное тысяч на пять в общей сложности что я только не делал пришлось там перебрать еще и топливный насос тоже весь забился какие-то там для него запчасти покупал не помню но в общем этот котел корейский и он любит нормальное хорошее качественное топливо вот такое какое бы вы залили свой дизельный автомобиль современный поэтому друзья не нужно экономить на солярке покупайте нормальное топливо или он будет хандрить все очень быстро забьется и соответственно котел самый неудобный момент встанет в аварию теперь по используемым запчастям что и когда я меняю перед каждым отопительным сезоном примерно в октябре я меняю фирменный топливный фильтр и фирменную форсунку ну или головку форсунки называйте ее как угодно эти штуки продаются во многих магазинах это никакой не дефицит поэтому спокойно приезжайте забивайте в интернет что вам нужно и спокойно приезжайте магазин и покупаете значит почему я меняю каждый год эту форсунку но фильтр понятно да чтоб не иметь никаких проблем форсунку можно и не менять я как-то не менял ее три года но есть много обзоров которые показывают если форсунку не менять то она начинает некорректно работать попросту перерасходовать топливо вы окупите стоимость этой форсунки тем что купите израсходуете меньше топлива то есть она будет нормально корректно работать создавать вот этот туман факел будет такой какой нужно нормальный нормального такого цвета нормальной интенсивности если горелку не менять фильтр быстро забивается начинает работать некорректно насос то есть ему нужно больше энергии чтобы протолкнуть это топливо и соответственно горелка горелка расходует больше топлива поэтому на экономить не нужно меняется вот эта форсунка ну или головка форсунки очень быстро ну допустим на операцию ну полчаса вы затратите до снимаете лючок откручиваете две гаечки горелки горелку берете идете в тиски аккуратненько зажимаете эту форсунку полную да вот она вот такого размера откручиваете ключом на какой здесь ключом на 15 или 16 вот эту форсунку вкручиваете новую там никаких прокладок ничего просто вкручивается и ставите горелку обратно все и вы довольны топливо будет зажигаться четко кстати можно определить даже что форсунку вы давно не меняли когда начинается работа горелки сначала идет искра и через несколько секунд подается топливо и вот если вот эта форсунка новая топливо зажигается мгновенно прям такой звук будет только она продолжит сразу все факел пошел а если она старенькая то как какие-то секунды даже одну-две секунды топлива не будет воспламеняться и потом она так воспламеняется знаете лениво там вот прям таким звуком и сразу видно что явно форсунку пора менять это вот меня научил мастер который единожды был здесь после как раз вот этой аварии я вызвал там специалиста и он мне все показал рассказал ни в коем случае не используя такое топливо все там прочистил промыл ну сделал там небольшой сервис еще топлива на насосы в общем дал мне вот такие назидания с тех пор я их соблюдаю и с котлом никаких проблем абсолютно нет ни разу он меня после вот этого случая в аварию не вставал этот котел двухконтурный он греет антифриз и греет воду антифриз подается в котел вот здесь циркуляционным насосом выходит вот отсюда вода входит и выходит сбоку слева вот подача и вот отдача опять же повторюсь антифриз у нас частично догревается в теплообменниках которые установлены на дымоходе вода у нас частично догревается в бойлере косвенного нагрева как раз от тепла этого же антифриза то есть получается котел у нас как бы такой четырехконтурный ну это так фантазии вот такой обзор у меня получился думаю что дал информацию сполна если бы кстати сейчас был бы выбор я бы наверное все таки этот котел купил бы хоть он и дороговат покупал его за 70 сейчас наверное он рублей 150 стоит хоть он и дороговат но эффективен и я знаю как поднять его эффективность и как на нем работать вполне им доволен кстати вот эта вот система которую я сделал дома подогрев догрев теплоносителя на теплообменника который установлен на дымоходе я эту же систему повторил в бане то есть топлю банную печь дымоход разогревает антифриз который разогревает на радиаторы в комнате отдыха то есть по сути дела на отопление бани я не трачу дополнительных ресурсов я оставлю эту ссылку на отопление на систему отопления бани в описании к этому ролику если будет пару свободных минут посмотрите как мне показалось очень эффективно получилось баня у меня греет радиаторы в комнате отдыха а также пол в парной и повторюсь я не трачу на это какие-то дополнительные ресурсы просто закладываю дрова в печку и получаю полностью теплое помещение настоящей русской баньки ну все друзья спасибо за внимание подписывайтесь на канал посмотрите ссылочки в описании там много полезного пускай все у вас будет хорошо и пока